Здравствуйте всем, меня зовут Олег Новиков и сегодняшняя история про котенка по имени Барс Ну или Барсик Сразу хочу предупредить, что история закончилась хорошо, поэтому не переживайте Началась эта история с того, что как-то раз проезжая по скоростной трассе, я увидел на обочине маленького котенка Это довольно-таки быстрый участок дороги Увидел, что там котенок, я сто процентов увидел, что там сидит котенок Потому что он сидел как маленькая статуэтка И смотрел в сторону дороги Я остановился на автобусной остановке, взял кофту и пошел вдоль дороги обратно Это на самом деле был котенок, он сидел на том же месте, он не сдвигался После того, как я подошел совсем близко, он попытался убежать за ограждение Я наклонился и схватил его за что ближе попалось Он пытался вырваться и даже прихватил меня пару раз, но это было не зло, он просто испугался Я взял, завернул его в кофту и мы пошли обратно Посреди дороги Ты красавец? Ты что здесь делал, блин? Объясни мне Какого черта ты вот на этой дороге делаешь? А морда твоя? Ой, чудище Ой, чудище Ой, чудище Ой, ой Да ладно Ой, чудище Ой, чудище Олег Вот Менед, чудище Ой, чудище ой чудо мое такое чудо-юдо все хорошо морда твоя наглая котенок да все пошли домой и мы курсовец ты не злой как он оказался посередине скоростной трассы скорее всего он выпал из машины когда становится холодно ночью котята залазят в автомобиле ну просто чтобы погореться и утром на утро не успевают выбраться из машины поэтому скорее всего он выпал из машины малыш сидел спокойно завернутый в кофту он не пытался вырваться или у меня укусить он просто сидел и гладил по сторонам как в маленьком домике так мы ехали с ним всю дорогу обратно домой когда мы приехали домой я еще раз его внимательно осмотрел малыш был целенький единственное что у него была ссадина на голове и несколько порезов на задние лапы на лапе но ничего страшного я дал ему еще немного еды кормить таких случаях нужно маленькими порциями потому что мы не можем знать сколько он был голодный и как его организм среагирует на еду маленькими порциями по чуть-чуть это самое правильное что нужно сделать в первый день малыш поел с большим аппетитом мы посадили его в клетку больничку и он уснул где-то примерно два часа он поспал проснулся сходил в туалет в общем мы увидели что с что с ним все хорошо и покупали его урон что он сделаете что он в общем в общем так что это 2 и сейчас так Хороший, как ты смешал. Какой он? Посмотрела кто мальчик, девочка? Нет. Надо проверить, это очень важный момент. Держи, стой. Покажи свои характерные признаки. Где они там у тебя? Пацан! Барс. Хорошее имя, пойдет? Барс. 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 Ту-у-у. Незаправление. Какая, не поворачивая. Держи, держи. Попробуем. Попробуем. Пропробуем. Большое. Бося, не вечером. Суфinn Попробуем. Я заметил, что у малыша с правой стороны есть небольшая припухлость на щеке. Он не давал до нее дотронуться, было видно, что она ему мешает. И еще у него был очень резкий запах изо рта, что говорило о том, что есть какое-то воспаление в ротовой полости. Хотя при этом он себя очень прекрасно чувствовал, он хорошо кушал, он бегал, игрался, все с ним было нормально. Но мы все равно решили отвезти его к доктору на следующий день. Перед доктором мне показалось, что он горячий, и у него на самом деле поднялась температура, поэтому очень вовремя все произошло, очень вовремя, что он попался мне на глаза на дороге. Сколько времени он с вами? Один день. Совсем много. Откупали. У него на правой стороне есть такое впечатление, что у него то ли десна, то ли... В общем... Ты какой красавец! Привет! Мушастый, привет! Пушистый, мать. Так, тут какая-то ранка у нас, секунду. Ну, секунду, это видно, что происходит. Это, видимо, да, либо царапина, либо что-то. Вот его правая сторона. Его пахнет изоторно, вот как было у этого, как будто поднимает, знаешь. Скажите, как он ест, пьет, как обычно, стол у него сформированный, мочу дает, все хорошо. Простите, тихо. Так, я не знаю. Мне нравится, да? Да. У него высокая температура. Тоже воспаление, да, у него? Да. Сейчас я посмотрю, что у него в ротовой полосе происходит. Хорошо, что с такой высокой повышенной температурой, 40+, он ест. Подожди, малыш, подожди. Он ест? Ой, 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 да. У него очень сильное воспаление в ротовой полосе. С правой стороны, да? Да. А левая? Нормально? И левая тоже. Поэтому и запах, соответственно, у него был. Придется ему 10 дней принять антиплюзию. Доксилины, может, даже немножко стероидов, чтобы снять отечность, воспаление. Животик сдутый у него. Но он не поносит. У него стул сформированный. Он, во-первых, очень худой был. Ну, вот и сейчас ты чувствуешь. Да, да. Он был вообще... Да, да, но водичком пьет. Водичком пьет. Мы ему вместе с едой размешиваем его. Ну, там и жидкую. Он ест мягкую еду и еще разбавляющую тему. Пробали? Что? Мордастый. Повезло. Ха-ха-ха, с характером. 800 грамм. 800 грамм. Гипертермируемый. Он будет очень красивый. Пушистый. Мы даже не посмотрели. Давайте посмотрим. И у него морда, хвост. Он даже майкун напоминает. В общем, мини майкун. Ха-ха-ха. Бро, вырастет такой слонар. Ах! Съезд всех моих домашних. Доктор дал нам лекарства, мазь, сделал два укола. Нужно было сбить высокую температуру и с завтрашнего дня начинать лечение антибиотиками. Что мы и стали делать. Буквально через несколько дней опухоли уже не было и пропал резкий запах изо рта. Малыш потихоньку начал набирать вес. Он уже не был такой худой, как был раньше. В общем, все с ним было хорошо. Барс, ты что, голодный? Барс, сейчас покушайте. Барс, а? Требует еду. Так, сидит и мелкает. Барсик. Сейчас, сейчас покушайте. Барс очень любил покушать. Он просто требовал еду постоянно. И я старался его не перекармливать. Да и своих зверят я тоже стараюсь не перекармливать. У нас дома еда не в свободном доступе. Они у нас кушают только тогда, когда выставили еду. Они поели, мы убрали. Малыш уже 12 дней живет у нас. 10 дней давали ему антибиотики. Привезли его второй раз к доктору, потому что у него немного надулся живот. Ну, как бы он уходит в туалет, кушает, все с ним хорошо. Но какой-то живот очень жесткий. Поэтому решили перестраховаться, привезти к доктору. Посмотрим, что доктор скажет. Антибиотики мы заканчиваем завтра утром. Кушал это, получается, 10-10 дней. Кушает хорошо, в туалет ходишь как хорошо. Писит хорошо, но у него какой-то плотный живот. Давайте я начну с ротовой полости. Посмотрим, как у него надевать. Привет, красава. О, как он подросток был. Какой же ты стал красивый. Пушистый. Прямо, да. Отлично, отлично. Очень хорошо. Назад стул домом мы мажем. Ротовая полость идеально просто выглядит. Слизистые, красивые, здоровые. Зубки тоже. Уже нет этих геморрагических воспалений, язв. Очень хорошо. Посмотрим его. Да, животик у него вздутый. Он регулярно ходит по большому. Поел. Плотный стол. Доктор успокоил нас. Воспаление в ротовой полости прошло. Все было очень хорошо. Что касается вздутого живота, он дал нам сироп. Сказал давать его несколько дней. И через три дня уже все прошло. Поэтому все с ним нормально. Прошло еще две недели. Малыш был абсолютно здоров. Теперь можно было искать ему дом. Мы, как обычно, сделали несколько фотографий. Составили объявление и выложили в интернет. И очень быстро нашли, на наш взгляд, подходящих ребят. У которых есть дома взрослый кот. Которые не агрессивные абсолютно. В общем, договорились о встрече. В конце недели ребята как раз переезжали на новое место. И мы договорились, что мы привезем котенка в выходные. Мы обычно всегда везем котенка сами. Ну, во-первых, я хочу посмотреть, где он будет жить. Во-вторых, самое главное, это познакомиться с людьми. Мы переписываемся так через интернет. Ну, хочется познакомиться лично. Сегодня Барсик едет в новый дом. Мы везем его к новым родителям. И по традиции на путстве. Значит так, Барсеныш, слушай меня внимательно. Как я говорю, диваны не драть. Писей только в коробочку. Слушать маму и папу, быть хорошим котиком. Ты все понял? Какой пушистый был. Вот такой красавец у меня. Едет к новой маме и папе. Все, поехали. Все, малой уехал в новый дом. Осталось, такие хорошие ребята. Уверен, что все будет хорошо. Очень хорошая семья. Повезло малышу. Ты доволен? Я, да. Смотри. Я, конечно, доволен. Я чуть-чуть переживаю, но я доволен. Они правда хорошие ребята. У них есть кот. Они знают, как с ним заниматься. Такие... Ну, мне понравились. Я бы уверен, что все будет хорошо. Все, я доволен. Конечно, я доволен. Мало пристроился. Все. Идем домой. Я всегда переживаю за своих найденышей в новом доме. Но вот у меня уже несколько раз такое было, когда ты приходишь в дом, в новый дом к людям. Поговорил с ними там пять минут. И ты понимаешь, что ты не ошибся. И вот такое чувство было, когда мы принесли барса ребятам. Ты прям вот просто чувствуешь, что ты не ошибся. Они очень хорошая семья. И я знаю сейчас, уже прошло время, что они его очень любят. Я вон подружился с их ним котиком, который взрослый. Они вместе играются. В общем, все с барсом хорошо. Я обязательно вам покажу его через там полгода-год. Очень интересно, каким он вырастет. Хотя я знаю, каким он вырастет. Он вырастет большим и толстым котом. Потому что он очень любит кушать и спать. И к тому же он пушистый. Поэтому очень хочется посмотреть, какой он будет. Все. В общем, сейчас с ним все хорошо. Вот так и закончилась эта история. А на сегодня все. Удачи всем берегите себя. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok